Новый кадетский корпус повлечет за собой благоустройство парка за дворцом культуры тракторостроителей. Будущее этой территории обсудили сегодня на общественных слушаниях. Большинство высказываются за реализацию этих проектов, но появились и противники. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Как преобразится этот парк подробно описывается в проектах. В следующем году здесь откроется кадетский корпус, а позже и Ледовый дворец. Планы на перспективу обустройства аллеи. На месте пустыря появится зона для отдыха, детский игровой городок и фонтаны. Навести порядок в этом парке жители района просят давно. Места отдыха должны существовать в каждом микрорайоне. И, конечно, то благоустройство, которое будет создано здесь. Более того, когда здесь на субботник мы приходим, убираемся, мы же понимаем, что здесь был настоящий беспорядок. Жители обращали, чтобы полицейские здесь контролировали данную территорию. Здесь действительно собирались асоциальные элементы. И это было, наверное, не совсем... здесь не было должного порядка на данной территории. Очень приятно, что именно на территории Калинского района будет строиться эта кадетская школа. Если я смотрю сегодняшний день на карту Калинского района новыми новостройками, да, мне напоминает маленький Париж. Работы уже начались. Строители закладывают фундамент для будущего кадетского корпуса. Никакого ущерба парку нанесено не будет. Сейчас здесь вырубают сухостой и убирают валежник. Если мы это не приведем в порядок, то это будет экологическая катастрофа. Ну, то есть парк будет построен, то есть он приведет все в порядок. Земли переведены в населенные пункты и исключены из лесного фонда. И нарушений здесь лесному законодательству никого не будет. Здесь в настоящее время действуют законы об охране окружающей среды. Старые деревья старые, это, конечно, их обновлять тоже надо все равно. Любая катаклизма, любая эта, здесь завал деревьев также будет. Кадету нашу здесь поставить новый сад, новый парк и будет здесь новый лес шикарный. Местные жители говорят, что этот парк давно нуждается в благоустройстве. Культурно здесь отдыхают далеко не все. Так что каждую неделю отсюда приходится вывозить целые горы мусора. Я здесь сам на субботнике участвовал. Работали чиновники, как говорят в народе, государственные служащие, экологи. И очищали мусор, грузили, десятки, десятки автомашин вывозили. Когда люди приходили на шашлыки, я говорил, уважаемые, научиться надо убирать за собой мусор. Это самое излюбленное место горожан должно быть. Вот над этой задачей мы работаем. Благоустройство парка и строительство корпуса для кадет – приоритетные задачи. Необходимые средства в бюджете заложили. Год назад проект поддержали члены градостроительного совета. Но все же полемика в архитектурном сообществе некоторое время продолжалась. Отдельные лица выступали против строительства корпуса на этом месте. Выступают те, кто, наверное, и солдатской каши никогда не ел, и сапог солдатских не носил. Так имеют какое-то представление, что где-то кто-то чего-то служит, а пуль не укрывался. Мне не совсем понятно, как неврологу, что в голове у этих людей, которые против выступают данного строительства. С моей точки зрения, это просто непорядочное. Больше всего не доводы здравого смысла, а какое-то политиканство или попытка на свою сторону вовлечь какие-то течения населения. Строительство кадетского корпуса активно обсуждают и в социальных сетях. Вопрос поднимается – вырубить деревья, еще что-то. Кто из этих противников в последний раз был в этом парке? Кто? Кто заходил под любое дерево и видел, сколько там валяется железа, склянок от этих шашлыков и так далее? Они этого не видят, понимаете? То есть они пытаются сыграть на каком-то общественном резонансе, пытаются на этом сделать себе какие-то дополнительные лайки. Ну, еще раз повторяюсь, на мой взгляд, это абсолютная грош цена вот таким вот вещам. Родители будущих кадет считают, что новый корпус должен быть возведен именно здесь. Добираться до школы имени Кольчатова на Волгу многим неудобно. К тому же там просто не хватает места всем, кто желает учиться нелегкому военному ремеслу. Если вы были в том здании, то вы понимаете, что это очень миниатюрное здание 36-го года постройки, насколько я понимаю. И, в принципе, теснота, конечно, для нас преодолимые условия, но все родители настроены только положительно, потому что руководство школы обозначило 1 сентября 2018 года как новое здание. У меня сын, трое детей, и сын учится в Казани, в Суворовском училище. Я бы, конечно, очень рад, если бы ранее существовал этот кадетский корпус, чтобы он учился здесь, поближе, да, то есть был бы, так сказать, ближе к дому, к родителям. Ветераны говорят, что кадетский корпус республике необходим. Ребят необходимо воспитывать в духе патриотизма. Мы живем этим. Действительно, мы передаем свои традиции, свою историю, а вот именно на профессиональном уровне, вот в этом кадетском корпусе будут преподавать, учить, как выбирать профессии, готовить именно стать офицерами. Это, ну, как сказать, только надо радоваться этому. Если здесь будет вот это уникальное учреждение, я хочу сказать, храм, военно-патриотическое воспитание, именно кадетский корпус, надо этим гордиться и приветствовать. Если мы не займем эту нишу, если мы не будем заниматься молодым поколением, то получится то же самое, что на Украине. Найдутся люди с большими деньгами, которые этим займутся. Общественное слушание проектов расставили, все точки над «и». По месту размещения вопрос закрыт, потому что место размещения выбрано, и это даст возможность, стимулирует здесь развить ту парковую инфраструктуру более, наверное, вот обширно. Самое главное, что меня удовлетворяет, то, что подрядчик определен конкурсом довольно-таки серьезный. Мы создадим такую рабочую группу и будем вести эту платформу работы по формированию этого парка. Совместно? Совместно, да. Время открытия кадетского корпуса обозначено. Его строительство должно завершиться до сентября следующего года. Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин и Игорь Зверев. Республика. Кадетский корпус в Чебоксарах – шестое по счету подобное учебное заведение в Поволжье. Такие же корпуса уже работают в Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае и Нижегородской области. В каких условиях все это время учились кадеты Чуваши и как воспитывают будущих военных в соседних регионах – смотрите далее.